Я являюсь выпускником этого славного вуза, закончил кафедру международной журналистики. И в ходе сегодняшнего выступления я просто дам понять, почему я не пошел по пути журналистики, а решил через буквально два профиля, которыми я занимался, заняться альтернативной энергетикой. Меня зовут Антон Усачев, я представляю компанию «Хевил». Это совместное предприятие группы компаний «Ренова» и госкорпорации «Роснано». Также мы сейчас в целях комплексного развития рынка солнечной энергетики в России, вслед за ассоциацией ветроэнергетики, ассоциацией биотопливной энергетики, создали ассоциацию солнечной энергетики, которую я и возглавляю. Я просто вкратце скажу о проекте, потом я вам расскажу, что происходит сейчас в мире с солнечной энергетикой, каких уже больших масштабов это достигло. У нас осведомленность населения, честно говоря, пока составляет процентов 5. И, например, там текущие выставки, мероприятия, которые проходят в России и посвящены альтернативной энергетике, то народ по-прежнему задает достаточно странные вопросы, но, понятно, чувствуется дефицит информации об этой отрасли. В России сейчас производство создается, поскольку в Европе уже давно все есть, есть уже и в Китае, который 4 года назад этим в принципе не занимался, об этом не думал. В России сейчас производственная база вслед за научной, она создается и, например, там в России будет расположен самый крупнейший в мире завод по производству так называемых фотоэлектрических модулей. Это наиболее правильное с точки зрения профессионализма понятие. В простонародье называется солнечный модуль или солнечные батареи. Так вот, этот завод с расположением в Чувашской республике будет производить 130 мегаватт. Мы потом поговорим уже о цифрах, потому что, наверное, будет не совсем понятно, что такое 130 мегаватт, что такое 1 мегаватт, 200 мегаватт. Вообще, что это такое в общей картине мира? Ну, на этом я чуть подробнее, позднее остановлюсь. Значит, этот слайд, это изречение, на самом деле уже обошло весь мир. И, в принципе, это то самое изречение, которое мы часто включаем на всех мероприятиях с участием наших госструктур. За рубежом мы это не включаем, потому что там уже это понятно. И там говорить о том, что мы, знаете, развиваемся солнечная энергетика, уже ни у кого не удивишь. Я полагаю, с учетом той площадки, которая здесь, на английском все разберутся, тем не менее, хотел бы просто красочно проиллюстрировать некие предпосылки. Вот товарищ, который сказал фразу о том, что каменный век кончился не тогда, когда кончился камень, а нефтяная эра завершится еще до того, когда завершится, собственно, сама нефть, он был вторым министром в Саудовской Аравии по, ну, как вот у нас Минприрода есть, у них есть там целый министр по нефтяной промышленности и природным ресурсам. И в свое время как раз Саудовская Аравия, ну, где-то ориентировочно в нулевые годы столкнулась с эмбарго, который вела США на поставку нефтяных ресурсов на внешние рынки. И человеку сейчас 83 года, он 25-26 лет возглавлял пост в Саудовской Аравии в области альтернативной энергетики, природных ресурсов. И я просто почему включил этот слайд, были слайды там различных философов, демагогов и не только, по большей части, практиков из этой жизни, с географией Германия, Европа, я не включил, потому что Германия, она лидер сейчас не только в солнечной энергетике, ну, там, я не знаю, взять все что угодно, там, машины, киноиндустрия и прочее. А вот что касается Ближнего Востока, это сравнение наиболее подходит для России, потому что страна наша славится нефтяной иглой, на которую подсела, и слезть с нее сейчас достаточно сложно. Ближний Восток, он имеет такую же высокую углеводородную экономику, как и Россия, и сравнение с ней должно присутствовать. Я на других слайдах позднее остановлюсь на том, какие сейчас огромные просто проекты вслед за Европой инициируют Ближний Восток и Северная Африка. Ну, давайте тогда, поскольку, наверное, уже почитали. Здесь много текста, я не стремлюсь к тому, чтобы сейчас превратить все в какую-то там избучитальню, чтобы было скучно. Я просто скажу о том, что в 65 странах мира сейчас солнечная энергетика, я не только ее лобирую, я лобирую, в принципе, всю возобновляю энергетику, потому что считаю, что для развития одной конкретной страны рассматривать отдельный какой-то вид энергии бессмысленно, нужно смотреть в комплексе, подходить к этому, рассматривать. И тут написано 60 стран, но там 5-5 стран, которые заявляли буквально 2 месяца назад о том, что они тоже, так же, как весь остальный мир, присоединятся к программам по развитию возобновления энергетики. Так вот сейчас стран 65, так или иначе, проекты они создают. Там речь идет о чем? Солнечная энергетика нужно признать сейчас пока, особенно для России, где нет меры господдержки, где сырьевой и производственной базы до какого-то момента налаженной не было, и сейчас она не достаточно в таком прям готовом и совершенном виде, то солнечная энергетика, конечно, это удовольствие не из дешевых. И страны, когда они, вот эти 65 стран, когда они начинали этим заниматься, они это вполне осознавали, они понимали, что там проще сжигать нефть, ну если есть, конечно, газ, тоже если есть, уголь, да, там в случае с Китаем, вот. Но деятели научные, кстати, с этого и Советский Совет начинал, потому что у нас были определенные наработки в солнечной энергетике, еще задолго до того, как мы все об этом узнали, использовался просто в космосе, ну в хорошем смысле этого слова. Так вот, страны понимали, у них были наработки ученых-специалистов, и все научные исследования сводились к тому, вы же все прекрасно понимаете, что традиционная энергетика, там, нефть, газ, там, ну все что угодно, все что традиционно и невозобновляемо, оно сейчас получает достаточно мощную поддержку, субсидии, дотации от государства, с тем, чтобы там те же тарифы, электроэнергия была просто адекватна и позволительна для потребителя, конечного потребителя. А научное сообщество, оно пришло к выводу, и просто позднее я уже это проиллюстрирую, что потенциал традиционной энергетики в плане стоимости, в плане технологии, он все, он скоро нащупает дно, альтернативная энергетика, ветряки, солнце, био, приливная, морская, она имеет огромный потенциал, во-первых, по снижению себестоимости производства электроэнергии, во-вторых, по технологиям, потому что начали, грубо говоря, там солнечные батареи, сейчас присутствует достаточно много других технологий, о которых даже мечтать не могли. В общем, произошло, вот если понятнее было, буквально там несколько лет назад мы вообще даже понимания не имели, что будет там видеосвязь какая-то, там будем общаться, сейчас уже можно там по тому же скайпу, не буду сейчас другим тоже там делать проектом рекламу, мы все общаемся, и солнечная энергетика до поры до времени считалась, знаете, таким каким-то там странным направлением, как и вся возобновляемая энергетика сейчас, к этому поменялось отношение, к сожалению, в России к ней пока еще такое достаточно странное отношение, но об этом позднее. Почему другие страны сейчас развивают? Там не только экологические предпосылки, надо было бы мне, наверное, скорее всего, с этого слайда начать. Это, ну, ближе по духу больше, наверное, Европе, потому что, надо признаться, я не хочу вас там расстраивать, но там к экологии мы подходим только-только. Вот, киоский протокол для нас не совсем понятная штука, тем не менее, там Сбер, который является агентом по продаже, оператором по продаже этих всех углеводородных единиц, углеродных единиц. Европа к этому подошла, стало жалко, там климат меняется, обстановка климатическая ухудшается, там дышать нечем. Вот, начинали там с рапсового масла, сейчас перешли уже вплотную к электромобилям. Недавно там, кстати, как раз и гонка прошла, в ней тоже опять там одни европейские страны участвовали. Вот, в России мы им дали только подзарядиться от розетки. Вот, а машины, кстати, уже ездят по 200, по 250, по 300 километров. Причем можно даже и в Porsche Cayenne вкачать электродвигатели. И, в принципе, там текущие технологии зарядки позволяют за полчаса зарядить автомобиль, и он поедет. Ну ладно, это небольшое отступление, я просто говорил об экологии. Там действительно некоторые страны в рамках своих обязательств, ну как обязательств, киотский протокол на самом деле никого нас по сути не обязывает. Дело добровольное, вот, но торговля там квотами на выбросы идет, и какие-то страны сейчас на этом зарабатывают. Зарабатывают они за счет того, что просто создают у себя экологически чистый вид топлива. Тут много программ перечислено, о них я всех не буду говорить, потому что дальше там будут слайды гораздо интереснее. Я так понимаю, что эта презентация будет у вас потом в наличии, вы просто можете уже подробно остановиться. Здесь сразу первым делом деньги. Сейчас, в общем, деньги, как говорится, решают все. Так вот, в том году совокупный инвестиционный потенциал альтернативной энергетики составлял 250 миллиардов долларов. То есть это, собственно, то, что крутится там, ну и не только солнце, я об этом говорю, что я не буду только о солнце говорить, потом конкретно этому останавливаюсь. То есть это 250 миллиардов, это тот огромный котел, в котором замешаны деньги всех тех, кто хочет развивать. И надо признать, что деньги эти отбивают, потому что те программы, я о них там позднее уже расскажу, которые в 65 странах там с разной спецификой присутствуют, они реализуются. Человек приходит, например, инвестирует 5 миллионов, зарабатывает 7 миллионов. Если там проекта больше, то больше. Здесь, на этой карте, нужно было сделать определенный апдейт. Просто здесь страны, которые стояли, на самом деле, там у истоков развития альтернативной энергетики. Я их здесь включил, потому что, на самом деле, они сейчас получают лакомые куски этого рынка, набирающего сейчас очень огромные темпы. Ну, конечно, Германия. В Германии сейчас, я говорил, что подробнее остановились на цифрах, в Германии сейчас только солнечная генерация 20 гигаватт. Ну, если сравнить с Россией, то у нас, например, сейчас мощность всех генерирующих станций составляет порядка 210 гигаватт. То есть в Германии сейчас получается 10% от всего российского рынка мощности. Вот. На этом Германия точно не остановится. Сейчас ее уже начинает догонять Китай. Китай 4 года назад вообще ничего не делал в этом направлении. Сейчас он уже дошел до таких объемов. И, кстати, их меры господдержки вполне интересны. Я сейчас об этом просто вкратце расскажу, как это помогло вообще в жизни Китаю. Китай 4 года назад, как я говорил, вообще этим не занимался. Не понял, зачем это надо. Там уголь есть, все есть. Ну, да, там потребляет достаточно много электроэнергии страна, потому что все туда перекочевали со своими производствами, чтобы удешевить стоимость конечной продукции. Сейчас Китай по итогам этого года, по итогам следующего вообще, должен стать просто непревзойденным, уже, скорее всего, непревзойденным лидером. Потому что те программы, которые он объявил, на 40 гигаватт только солнца, за ветер я не отвечаю. По ветру у него тоже там есть программы. 20-30 гигаватт в кармане точно. Но сейчас Китай очень сильно подстегивает под себя весь мировой рынок, потому что буквально недавно стоимость, например, 1 ватта мощности, в рынке альтернативной энергетики, так же, как и в обычной, там есть понятие мощности и электроэнергии. Так вот, стоимость мощности 1 ватта до недавнего времени составляла 1,5 доллара. Сейчас за счет того, что Китай включился в эту, не побоюсь этого сказать слова, гонку развития альтернативной энергетики, просто сбил температуру мирового рынка альтернативной энергетики, в частности солнечной, до 1, а теперь уже и в ближайшем будущем до 80 центов долларовых за 1 ватт мощности. Китай сейчас очень сильно прогинает просто все страны. При этом я хочу сказать, что вот в том привычном ключе, в котором мы воспринимали до недавнего времени Китай, о том, что поставишь солнечную батарейку, она потом возьмет и сломается, поставишь литий-ионный аккумулятор, он возьмет там и будет минус 40, и накроется. Сейчас Китай на самом деле уже вышел на более качественный уровень производства альтернативной энергетики, и вот буквально недавно 5 компаний в Германии просто объявили о своем банкротстве. Потому что сейчас, ну Россия, конечно, далека от этого, но там на самом деле уже происходят достаточно мощные вещи. Я про мировой рынок, потому что вот процесс такой устаканивания, колебания, он уже пройден. Сейчас уже рынок перешел, мировой рынок альтернативной энергетики перешел в пору зрелости, и сейчас уже просто будет происходить консолидация, потому что большие будут съедать небольших, маленьких вообще просто там поедать за пару рублей. и Китай сейчас ведет достаточно активные переговоры с европейскими компаниями. Почему Китай себя сейчас очень хорошо чувствует? Потому что если мы сейчас немножко абстрагируемся от альтернативной энергетики, просто возьмем глобальный вообще рынок производства, то когда был кризис, Китай понимает, что внешние рынки, они просто завяли и расти не будут какое-то время. Он переориентировал производство этой продукции на внутренний рынок, и за счет этого он с плюсом, в отличие от всех других стран, я уже не говорю о России, он с плюсом просто прошел почти всю эту кризисную фазу, которая просто весь мир повернула в темноту. Сейчас с солнечной энергетикой происходит то же самое. Сейчас есть перенасыщение. Я не говорю про весь рынок, если мы возьмем все страны мира, а если, например, взять Европу, Штаты, Азия, понятно, Китай заправляет, то рынок сейчас, конечно, перегрет. Сейчас перепроизводство есть, оно чувствуется, ощущается. Сейчас все начинают задумываться о том, как улучшить технологии, чтобы они стоили дешевле, а производили электроэнергии гораздо больше. Так вот Китай, когда достиг уже огромных объемов производства альтернативной электроэнергии и сбил уже просто-напросто стоимость производства этой электроэнергии, он уже переориентировался на внутренний рынок и теперь активно это реализует. В Китае, в отличие, например, от той же Германии, где развитие альтернативной энергетики обеспечивалось, по сути, за счет налогов, дополнительных поборов с налогоплательщиков, Китай просто закачивал в эту сферу огромные государственные субсидии, невозвратные деньги, большую часть под стартапы, потому что, в общем, кто знает, что будет завтра с проектами, и он не прогадал, потому что многие компании, ну, понятно, мы исключаем там ментальность взять деньги и смыться, вот, то, что все-таки Китай там, это контролируется все-таки, и Китай не прогадал. Они сейчас и в плане технологий, и в плане объема ушли очень далеко вперед, и рынок сейчас будет теперь равняться на них. Ну, в общем, о парниковых газах мы уже поговорили, что касается предпосылок, ну, здесь они перечислены, тут и инвестиции, о которых я говорил, что это, да, лакомый кусок, здесь, ну, ладно, давайте сейчас не будем тут останавливаться на Ливии, Египте, Тунисе, там, конечно, были до недавнего времени определенные сложности, сейчас тоже тезисчно сохраняются, но почему здесь я хотел бы сконцентрировать ваше внимание на Ближневосточном регионе. На самом деле, этот кусок, он лакомый просто сейчас по многим параметрам, и позднее скажу, почему, что может Россия реально потерять, если она в этот уезжающий поезд не запрыгнет. Осталось, по сути, ну, где-то, наверное, год, на самом деле. Я не хочу анонсировать какой-то там апокалипсис, вот, я не сумасшедший колок, мы к этому реально подходим через бизнес, через призму экономическую. Почему Ближний Восток? Ближний Восток понимает, что рано или поздно будут введены определенные ограничения на использование традиционной энергетики. Например, сейчас вот наши самолеты, которые, ну, я имею в виду не все, а грузовые, которые грязные, там, шумные, вот, у них уже, как там, три года, там, для определенной серии Ил-76 нет просто доступа на внешние рынки, просто закрыли. Не просто потому, что там это Россия, там, флаг, какая-то политика и прочее, просто, ну, грязно, шумно. Зачем летают, если есть там более чистые и более бесшумные самолеты? И российские компании вкладывались в то, чтобы, там, да, снасти двигатель, сделать его почище, чтобы он не так шумел. Вот, но это стоило денег. И когда занимаешься этим спешкой, денег уходит гораздо больше. Что касается Ближнего Востока, они понимают, что рано или поздно будут ограничения на использование традиционной энергетики. И где они будут в тот момент, когда будут эти ограничения введены, стоять, когда там та же Германия, но вообще там Европу взять, которая сейчас это развивает, где они окажутся. И они это использовали как один из предпосылок до развития. Сейчас на Ближнем Востоке, несмотря на то, что там нет каких-то там установленных тарифов, я поясню, что, например, там Германия за счет чего вырвалась. У них, кстати, вообще сначала был проект тысячи крыш солнечных, потом был проект 10 тысяч солнечных крыш, потом 100, потом миллион. Вот, ну, так, чтобы сразу там карман не порвался. Вот, они так постепенно все это дело развивали. Что касается Германии, у них там просто был тариф, да, то есть я кратко поясню, там есть тариф, то есть люди, например, там ставят себе на крышу там солнечную какую-то установку или там небольшой объект, там рядом с дачей, уходят на работу, ну, там у них проблемы, конечно, безработицы, ну, неважно, в общем. Те, кто уходят на работу, электроэнергия, она уходит в сеть, в общую. По одной цене, там, например, там 0,35 евроцентов, 35 евроцентов, когда он возвращается вечером, он уже берет из общей сети, ну, там, традиционную какую-то смешанную электроэнергию уже там по цене 20. То есть он, например, там, можно сказать, 15-20 евроцентов, он просто зарабатывает, а когда человек в обыску уезжает, ну, уезжает, ну, это вообще просто шикарно. Вот. И для компаний, которые себе там даже, например, объекты устанавливают на крыши, там заводы, там по 500 киловатт, по одному мегаватту, они вообще получаются. Там, во-первых, и у них идет и льготное налогообложение, и с кредитами проблем нет, и там даже ставки по кредитам гораздо ниже, чем у тех, кто отказывается каким-то непонятным для нормальных людей причин от использования альтернативной энергетики. Вот. Поэтому немножко в сторону ушел. Ближний Восток боится ограничений. Во-вторых, буквально недавно был такой расчет, вот цифра очень интересная, она обошла весь мир, но по большей части она никого не удивила, кроме наших госструктур, что стоимость буквально где-то к 15-му году электроэнергии солнечной, которая будет вырабатываться на объектах в Ближнем Востоке, будет стоить 2-3 евроцента. Вот. То есть, в общем, по сравнению с ценой, в которой сейчас в Германии стоит электроэнергия, там 20-25-15 евроцентов, они понимают, что провожив, например, там соответствующий кабель или придумав, а уже вообще, собственно, придумали определенные системы накопления электроэнергии и ее сбыта, эту электроэнергию можно продавать. И Германия, там отказавшись от российских дров, в конце концов, вот, будет проще гораздо, если при реализации правильной энерго- и электросбытовой инфраструктуры получать вот эту электроэнергию. Ну, другой вопрос, сколько будет стоить и передача, да, потому что там это не только производство, это еще и сколько передачи будет стоить электроэнергии. Вот. Но, тем не менее, сейчас технологии развиваются и, производя электроэнергию там по цене 2-3 евроцента к 2015 году, я думаю, что как-то придумают, как ее передавать, так, чтобы она не долезла до тех же 20-25 евроцентов. То есть, все, включается экономика, да, то есть, страхи там перед экологией, ограничениями мы перечислили, включилась сейчас у нас экономика, то, что на этом просто можно зарабатывать и очень огромные деньги. Вот. Ну, конечно, и солнцем там получше, потому что мы все такие бледные, потому что у нас с солнцем проблема. Вот. Но я вам хочу сказать, там, когда возникнет вопрос, вообще, собственно, что я здесь делаю и какой потенциал у России во всем этом, вообще в России зачем все это дело развивать и где она сейчас находится, ну, хотя, наверное, не так важно, потому что говорить особо не о чем. здесь по большей части, наверное, пироги представляют наибольший интерес, а зачем, например, страны развивали у себя возобновляемую энергетику, если пока в целом говорю о ней, не о солнце. я не знаю, привлечет ли кого-то, например, в нашей стране, что это дополнительные рабочие места, здесь речь идет не только там, о охранниках, которые ходят там по периметру солнечной электростанции и охраняют, там, на самом деле, датчики движения, камеры, там, полиция быстро приезжает, взятки не берет. Это, в первую очередь, создание высококвалифицированных рабочих мест, мы вот сейчас, когда начали строить предприятия в Чувашии, мы столкнулись с тем, да и не только там, они на самом деле в этом плане молодцы, они передовые, они кузницы кадров и для промышленности, и в институт оттуда приходит достаточно много абитуриентов. Мы просто поняли, что в России собственно кадров-то нет, которые могли бы в этой сфере. Нам пришлось из Греции, привести немножечко людей, которые в этом деле, ну, не то, что понимают что-то, а имеют огромный опыт, потому что это реально высокотехнологичное производство, и к нему нужен особый подход, должны быть навыки. Так вот, в России мы столкнулись с тем, что просто кадров нет. а если есть, то там либо языком не владеют, либо там не хотят в регион перемещаться, например, там из Москвы. То есть рабочие места создает, квалификацию повышает. Еще почему там та же Германия до недавнего времени все развивала, тратя огромные деньги на развитие альтернативной энергетики. Я не знаю, может быть, они уже до этого как-то там договаривались с Ближним Востоком, у них были какие-то разговоры о том, что они будут вместе все это дело осваивать, но сейчас, например, в крупнейшие международные проекты, там, где, например, у нас, например, завод 130 мегаватт, например, там самый крупный объект до недавнего времени был в Калифорнии, Южной Калифорнии, 70 мегаватт, по-моему, то Ближний Восток он не привык размениваться, и у него один только проект, там, самый минимальный от 500 мегаватт, вот, то есть, в принципе, те, кто в эти проекты будут входить, ну, в принципе, их можно сейчас прямо назвать, я имею в виду, что там не компании, а страны, это Германия, Китай, Япония, США, потому что, ну, Швейцария тоже, потому что у них достаточно в этом большой опыт, Россию, пока мы над этим работаем, не воспринимают, пока, как страну, готовую поставлять высокотехнологичную продукцию, у нее нет своей компетенции, поскольку сейчас, вот, например, я говорил там о цифрах, да, что там в Германии 20 гигаватт, а в России сейчас, с учетом того, что там стоят на домах дачников, на каких-то там сотовые операторы сейчас там свои вышки стали питать, кстати, по экономическим соображениям, я потом просто расскажу, почему, какова цена вопроса, Россия сейчас вышла на объем установленной мощности, то есть, все установки у нас сейчас в объеме где-то 0,7 мегаватт, то есть, иногда там, когда конференция, хочется сказать, у нас там хотя бы 1 мегаватт есть, потом, понимаешь, какая-то глупая цифра такая, что проще сказать 0,7, как-то лучше работать будет. Так вот, вот, у России нет компетенций, и выход, на самом деле, в эти просто крупнейшие, и с огромными деньгами, это просто десятки, сотни миллиардов долларов в эти проекты, и пока просто, ну, как бы заблокировано, если, конечно, включится какая-то политика, там, разменные монеты, там, наша с вами дипломатия, еще что-то, вот, ну, можно как-то ситуацию исправить, но, так, на бизнес-уровне это крайне сложно, потому что, во-первых, те, кто начинает производить столько, стоят, это гораздо дороже. Вот здесь, собственно, пироги, я так или иначе уже говорил о том, кто лидирует, сейчас вот Китай вышел в лидеры, в США достаточно тоже мощно все это развито, там, начиналось все с Калифорнией, Германия сейчас как лидер, ну, не надо смотреть, что она сейчас на третьем месте, потому что, на самом деле, те технологии, которые Германия выпустила просто из своего высокотехнологичного магазина, вот, они пользуются, она просто сейчас зарабатывает, в том числе, на продаже этих технологий, на продаже своего опыта, и просто на том, что это Made in Germany, просто как входной билет в крупнейшие проекты. Почему солнце? Меня когда спрашивают, там, почему, почему, почему солнце, я на самом деле до этого хотел заняться издательским бизнесом, пиар-услугами тоже занимался и прочее, потом вообще о хлебном бизнесе подумал, мне вот позвонили, сказали, что хочешь, говорит, солнцем попробовать заняться, я говорю, ну, давайте попробуем. В общем, сейчас вот, честно скажу, неделя, такое ощущение, что вот неделя прошла, прошла она на самом деле уже полтора года. Почему солнечная энергия? Тут текста много, текста много, там, часть неинтересного текста, я так в двух словах скажу, что стоимость солнечной электроэнергии, выработанной, там, стоимость мощностей, она очень низко сейчас и очень резко падает. Если там, возьмем ситуацию лет 10 назад, да, стоила она очень дорого, а сейчас с каждым удвоением объема производства солнечных этих мощностей всех, стоимость, себестоимость производства снижается на 20%. К чему сейчас это уже привело? Я не хочу говорить о каком-то светлом будущем, я просто скажу уже о тех фактах, которые состоялись. Вот буквально недавно на так называемой немецкой бирже электроэнергии стоимость ночного тарифа традиционной электроэнергии сравнялась стоимостью солнечной. Это стало уже первым сигналом, после этого немецкие энергетические компании, которые там в традиционном секторе присутствуют, они очень сильно возбудились и сразу занервничали, но там на самом деле нервозность не будет особой, потому что многие энергетические компании европейские, они у себя внутри, так же как например в России Росгидро, они создали у себя департамент, который занимается альтернативной энергетикой, в общем им это не грозит, в отличие от нас. так вот стоимость я вам говорил как раз вот эту стоимость 2-3 евроцента, это Ближний Восток, это данные, которые привела крупнейшая научная организация в Европе Fraunhofer Institute, там много людей работает, все умные, вот, и в общем пришли они к этому выводу и не случайно, а по Европе они посчитали, что к 15-му году стоимость солнечной электроэнергии, при этом надо понимать те сокращения мер господдержки, которые в Европе сейчас уже происходят, ну просто стоимость, себестоимость падает, поэтому там государство понимает, что там кто-то на этом сейчас уже просто очень много заработал и пора уже как-то эту господдержку сокращать. Так вот, в Европе стоимость солнечной электроэнергии будет уже стоить к 15-му году где-то порядка 11-12, местами 13 евроцентов. То есть сетевой паритет, так называемый Great Parity, это конкурентная способность альтернативной энергетики по отношению к традиционной. Так вот, Германия считает, что через 2-3 года, ну вот я как раз цифры привел, Германия считает, что через 2-3 года она достигнет этих показателей, вот, ну а та прекрасная экономика, которую я привел по Ближнему Востоку, ну она очевидна, 2-3 евроцента, это вообще копейки просто. Причем это не ограничение, но я не думал, что когда-то до нуля там просто кто-то бесплатно будет производить, если так дальше посмотреть. То есть Италия считает, что где-то через полгода она выйдет уже тоже на сетевой паритет, но Юг Италии он уже вышел, год назад это произошло. Вот, поэтому в общем здесь я не говорю о каком-то будущем, это реально уже то, что состоялось. Да, тут первая фраза отрасль динамичная. Она действительно динамичная, потому что сейчас ежегодный темп, ну сейчас насыщение конечно происходит, я не буду врать, сейчас не совсем прям 100%, но регионально где-то до 70-80% рост доходит ежегодный. Это прирост и производство мощностей для генерации солнечной электроэнергии. И в целом эти темпы сохранятся, потому что спрос есть. Даже вот кстати без мер господдержки, потом скажу, что в России спрос в розничном секторе тоже присутствует, только он там по другим причинам. Позднее я остановлюсь на этом, когда Россию мы дойдем. Ну смотрите, в принципе, что касается потенциала. Почему там сравнивают бесконечно традиционную, альтернативную? Потому что у традиционных они получают сейчас дотации, субсидии и прочее, там потенциала, как я сказал, нет у себестоимости и прочего. У альтернативной она есть, и этот потенциал, он сейчас очень сильно используется. Во-первых, помимо того, там надо было просто рассказать, какие технологии есть, тема интересная, я ее чуть позднее оставлю. Я просто хочу сказать, что сейчас очень сильно все работают над КПД. То есть сейчас, например, вот тот потенциал, который есть, сколько солнца дает, и то, что люди сейчас на самом деле придумали, сейчас максимальное КПД составляет порядка 30-25%. Вот, этот КПД будет расти. Сейчас просто стоят огромные, так называемые, солнечные башни, стоят просто целые концентраторные системы, которые поглощают, и КПД будет расти до 45-50%. Это очень огромное КПД. И стоимость ее, опять-таки, будет уменьшаться, я об этом сказал. Значит, перейдем к России. Здесь карта, а, ну да, здесь цвета нормально изображены, у меня просто здесь на мониторе не совсем верно. В общем, вот то, что темнее, это, ну, я не про синий цвет, вот то, что темнее, это вообще супер просто. В темном диапазоне у нас Дальний Восток, уже то, что у нас идет там Восточный Сибирь, вот, наверх подняться. Да, там, в общем, если кто-то там заценил и в курсе, есть регионы, там, где действительно там ночь наступает и держится достаточно долгое время, но я скажу, что есть решение, позволяющее сочетать. Значит, смотрите, я просто поясню, то, что зеленым цветом, чтобы там сильно не всматриваться, вот Германия у нас, например, зеленым цветом также обозначена, как здесь центральная полоса России. И про Германию помним, да, 20 гигаватт. Здесь цифры идут, что касается там вот три, три с половиной, четыре и прочее, это так называемый уровень инсуляции. То есть, это, грубо говоря, то, что потенциально, ну, при наличии, конечно, высокого КПД, один квадратный метр установленной мощности может выдать. Да, здесь это все именно, здесь уже именно указано в киловатт-часах. Здесь рассчитали, чтобы было удобно прикидывать. Ну, то есть, грубо говоря, например, там в центральной полосе России, если будет какая-то нормальная установка, то один квадратный метр может выдать, например, в среднем где-то три киловатт-часа в сутки. Вот. То есть, в общем, у вас там в квартире, на даче, в среднем, у вас в среднем потребление, если там сразу все не врубаете, там вместо, например, плазмы у вас там другая светодиодная какая-то там установка или жидкокрестерина, кристаллическая, эти все LED-дисплеи, да, то они поедают гораздо меньше, а от лампочка леча нас просили отказаться уже давно и скоро за это будут полнаказывать. Вот. Хотя на рынках по-прежнему продается, я их, честно говоря, периодически сам покупаю, потому что они светят, я хочу. Но скоро эта практика прекратится. Так вот, Германия тоже такого же зеленого цвета, но просто гигантский потенциал. Вот в регионах Дальнего Востока почему Россия это интересна? Не потому что она такая вот пестрая и зимой, и летом, а просто потому что у нас в стране 10 миллионов потенциальных потребителей, они вообще находятся далеко от сети. То есть это не то, что мы там берем дальние эти регионы, даже Московская область. Я до этого намекал, что я скажу о том, что даже сейчас без мер господдержки люди просто покупают ветряки, покупают там солнечные установки. А почему? Да просто электроэнергии нету. Потому что дизели, например, гонять, ну смотрите, стоимость выработки электроэнергии, если прикинуть на дизельные установки, ну в среднем где-то в зависимости от региона, сколько стоило денег там привезти, увезти, там эксплуатация, ну 20, диапазон 20-35 рублей киловатт-час. Вот в регионах Дальнего Востока, там за Сибирь, там также Якутия, Магадан, Сахалин, Приморский край, там где, вот в Якутии, если не ошибаюсь, там 90% это в основном дизельная генерация, и стоимость там где-то примерно дизелей киловатт-час, ну где-то 20-25, а солнечная там будет вот сейчас даже без мер господдержки стоить 8-9, 8-9 рублей, то есть выгода есть уже сейчас. Да, нужно учитывать, что если там активно пользуемся электроэнергией ночью, там просто ну как-то не спится, не знаю, хочется поработать или там пойти покушать на кухню, электроэнергия нужна, но в общем технологии не стоят на месте, сейчас есть достаточно эффективные, они конечно пока еще дорогие, но они скоро подтянутся за тенденции снижения себестоимости, я про систему накопления электроэнергии, литий-ионные аккумуляторы, наверное за ними будущее, они накапливают электроэнергию, которая там собирается, вот, если например там с погодой что-то не то или еще, но используются и они считаются конечно наиболее эффективны так называемые комбинированные дизель-солнечные установки, это например если проблем с солнцем, то там дизель включается, вот, но в этих регионах те, кто там реализовывали проекты говорят, что использовали пополам и в зависимости от необходимости, которая была, то есть экономика на самом деле там есть уже сейчас, вот, мы просто широко об этом не говорим, потому что государство после этого расслабится и скажет, ну хорошо, окей, поддержка мы чувствуем не нужна, там пусть люди покупают, ставят, но люди покупают, ставят, а что же денег стоит? В Германии люди покупают, но они за то, что они инвестируют на своем там мелком или если про компании, корпорации говорить, корпоративном уровне, они на этом зарабатывают, то есть они получают определенную поддержку от государства, вот, то есть я не хотел бы здесь сильно распространяться, а то после этого нам скажут, что господдержка вам не нужна. ну в общем здесь вся экономика. Еще хочется сказать, почему в России надо развивать. Я вот сказал о том, что 10 миллионов у нас потенциальных потребителей, которые вообще от сети удалены, вот, и просто из-за необходимости они покупают и ветра, и солнечные установки, ну там, смотря о каком регионе мы говорим, но у нас население 140 миллионов, и если мы сейчас поставим на весы такие факторы, как, ну, например, там, ежегодный прирост тарифа на традиционную электроэнергию, ну, сейчас пройдет какое-то время, ну, тарифы будут расти, но кто их будет сдерживать? Сюда приходят инвесторы, они подписываются под определенные программы, под определенные ставки, они понимают, что они на этом заработают, и тут просто нет каких-то естественных оснований для того, чтобы мы как вот сейчас платим 3 рубля там за киловатт-час, так и спустя 5 лет будем платить те же 3 рубля за киловатт-час, а через 5 лет стоимость электроэнергии будет стоить уже там может быть уже просто там 2 рубля киловатт-час, вот, то есть в России потенциал и экологические, денежные присутствуют, и он очень огромный. Я сейчас опять-таки не хочу лоббировать там только солнечную энергетику, я просто хочу, чтобы было понимание, что ВИА нужно в комплексе рассматривать, потому что надо где-то комбинировать, там солнце плюс ветер, дизель солнечный, дизель ветреный, или вообще там все вместе. Экономика на самом деле хорошая. Почему в России нужно развивать, я уже вначале упомянул о том уходящем поезде, в который мы просто можем успеть не запрыгнуть, даже если мы там построим еще там 5-10 заводов, там через 2-3 года, и скажем, ну как, смотрите, у нас все есть, мы с вами, ребят, мы так же развиваемся, никуда мы не делись, давайте нас уважайте, там коррупция скоро исчезнет, солнечная энергетика у нас или ветра уже развита. потому что развивать это нужно сейчас, потому что именно сейчас, на этом этапе, пока наше научное сообщество отечественное добивается и увеличения КПД, и снижения себестоимости за счет замены компонентов, те же, например, там солнечных модулей, мы сейчас можем вскочить в этот поезд с правильной ценой для внешнего рынка и со своими компетенциями, потому что нас, как я уже сказал, там особо никто не ждет. Вот, если мы здесь не доведем цифру, например, там те же ветра, солнечных иных мощностей там до каких-то нормальных, адекватных единицы показателей, вот, ну так и будем сами по себе развиваться. Здесь перечислены и даны такие там полуумные фразы типа мультипликативного эффекта, вот, что за этим стоит, кстати, почему Германия это все развивала, потому что то, что производит то, что нужно, вернее, для развития солнечной энергетики, это нужно не только для нее, например, там те же тонкопленочные технологии, я там, ну, вкратце упомяну, мы в технологию не будем сильно вдаваться, впереди выходные, и хотелось там, мне хотелось, чтобы сегодня дискуссия прошла интерактивно, и от вас была обратная связь, вопросы, там, самые лепые или нелепые, неважно, я ко всему привык. что касается смежных отраслей, и почему Германия, потому что, например, те же тонкие пленки, о которых я начал говорить, вот, и вот эти все там микротехнологии, они используются не только в солнечной энергетике, они используются, там, например, там, ну, не знаю, взять там те же пульт управления, телевизоры, ЖК-дисплеи, тонкопленочные технологии используются везде, а за счет того, что солнечная энергетика, она будет генерировать это в больших объемах, то это будет представлять большой интерес даже для других отраслей, которые используют ее для своей уже конечной продукции, вот, и, например, там, электрика, подводка сейчас в России, для, например, того, чтобы, вот, взять с нуля и создать какую-то солнечную установку, ну, нет ничего, у нас нет ни систем, которые способны преобразовывать, например, постоянно, только переменные, так называемые инверторы, у нас нет, например, там, обвязки, ну, есть алюминий, там, для алюминиевых конструкций, на крышу поставят, ну, серьезно, конечно, тем не менее, мало, потому что, то, что вот у нас есть в России, вот, в общей экономике и в общей цене на солнечную установку, ну, это где-то процентов 5, все остальное мы привозим из-за рубежа, ну, окей, сейчас модули будут, там, солнечные в Чуваш собственного производства, будут они дешевле, чем Европа, но чуть дороже, чем в Китае, вот, но технология швейцарская, и есть расчет, что она найдет свою нишу. Про ЦЛ2 мы с вами поговорили. У нас, в принципе, понимание в стране есть. На самом деле, у нас есть флакон для того, чтобы здесь были меры господдержки и все остальное, просто в низах сейчас достаточно идет вялая работа, хотя первые лица государства сказали о том, что сырьевые источники роста у нас уже давно исчерпаны. Позиция России есть, есть у нас и целевые показатели, в принципе, но, хотя тоже, ну, сами понимаете, там не раз в жизни отчитывались, и отчитаться всегда можно по-разному, но целевые показатели, например, для развития альтернативной энергетики у нас, кстати, составляют 4,5% к 2020 году. Вот, я не хочу ни в коем разе эту цифру критиковать, я просто аккуратно приведу сравнение, что, Европа, например, ну, кстати, легко запомнить, что к 2020 году они хотят обеспечить у себя в своем энергобалансе долю ВИА 20%, то есть 20% всей возобновляемой энергетики должны генерить, то есть вся общая электроэнергия, если мы берем, то 20% в ней это ВИА, возобновляемые источники энергии. Почему легко запомнить, потому что к 2020 году они уже хотят этот показатель увеличить до 30%, а Международное энергетическое агентство, вот, она там говорит о 50-м годе, говорит, что 50% будет доля альтернативной энергетики в мировом энергобалансе. я не знаю там, учитывая они, конечно, Россию, то, что сложно сказать, что у нас будет происходить в 50-м году, но, тем не менее, такие цифры они приводят, и эти цифры озвучивают, я имею в виду, про зарубежных наших партнеров, весьма солидные люди, почему я им, например, верю, потому что, во-первых, те люди молодые в том плане, что, когда наступит 30-й год жить, они еще точно будут, вот, то есть они за то, что они говорят, они, в принципе, ответственность свою осознают. Немножко о технологиях, их много, здесь можно не вчитываться, потому что эту табличку лучше читать, имея по себе еще дополнительный справочник. Но, смотрите, все достаточно просто. Есть солнечная энергетика, в ней есть так называемая фотовольтаика. В фотовольтаике есть достаточно много технологий, есть, например, фотоэлектрические модули, это, я потом картиночку покажу, хотя, нет, давайте сейчас сразу покажу. Вот, например, слева и справа, это, собственно, то, что есть. Размер у них примерно, ну, так есть, где-то полтора квадратных метра. То есть это можно там на крышу, например, поставить, можно, например, там вместо окна использовать, например, там в фасадах, просто прекрасное, красивое архитектурное решение. Я про ту картинку, которая справа. Потому что слева там за счет технологий есть вот эти вот белые прожилки, ну, смотрится не очень эстетично. Ну, ладно, к этой возвращаться не буду. Проще с картинками, не в том плане, что мы не способны воспринимать текст, просто так проще для восприятия. Есть, ну, это достаточно крупные проекты, есть, например, солнечные башни, они способны аккумулировать солнечную электроэнергию, потом ее перерабатывают в тепловую, там стоят мощные генераторы, которые с помощью этих парогенераторов создают как раз там уже электроэнергию. Есть огромные, например, там солнечные плантации, так называемые солнечные электростанции, потом уже покажу картинки, покажу, как это уже просто было все реализовано. Я не буду, на самом деле, сейчас в рамках нашей лекции сравнивать эти технологии, их огромное множество, все они отличаются ценой, вот, ну, вот, например, если недавно все говорили о том, что там сильно все завязано на кремнии, ну, да, его произвести достаточно непростой труд, стоит денег и немалых, и вроде как цена этого воспроизводимого сырья может расти, но сейчас, например, появляются технологии, которые позволяют кремнии использовать в 200 раз меньше, то есть это позволяет просто-напросто снижать зависимость себестоимости от ряда компонентов, которые, стоимость которых там неуправляема либо подвержена каким-то там макроэкономическим движением. Ну, теперь, в общем, таком ярком, то, что в повседневной жизни применяется, можно увидеть там, если там ездите в отпуск, я вот недавно там совершил, ну, кругосветным я не назову это, конечно, но поехал из России в Чехию и по дороге там достаточно много объектов увидел, но для меня это не было загадкой, потому что мы до этого объездили там очень много стран, и те решения, которые здесь есть, они на самом деле уже существуют. То есть, я говорил о солнечных парках, это солнечные электростанции, то есть, это огромные просто поля, на которых стоят такого вот зеркального плана фотоэлектрические модули, соединенные соответствующим образом, и они генерят, в среднем там строят где-то вот 500 киловатт от одного мегаватта, да, требуют достаточно больших площадей, но я до этого говорил о науке, что она не стоит, и сейчас уже стремятся, продолжают стремиться к увеличению КПД для того, чтобы на меньшей территории производить больше электроэнергии. Про крупные крышные я тоже говорил, собственно, то, с чего начинала Германия, люди ставят себе на крыше, вот, в России такие объекты тоже есть, на музее космоса, там, где у нас ВВЦ, по-моему, там стоят 8 или 10 вот этих вот солнечных модулей, люди ставят себе на крыше. В принципе, удобно, потому что даже если есть сеть, то это позволяет, например, использовать принцип приоритетности потребления солнечной или ветра энергии, потому что она поглощается, потребляется приоритетно, а если не хватает, то добирается уже из сети. То есть, в принципе, удобно, там, сколько вам нужно, вы получаете, и, в принципе, экономия есть. Ну, малые крышные установки тоже, крупные это имеют в виду на промышленных объектах или каких-то административных зданиях. Малые крышные это уже больше такой дачный вариант или там. BIPV это Building Integrated в фасадах используется очень просто, красиво, ну, там не все технологии, там особенно тонкопленочные, потому что, во-первых, они прозрачны, во-вторых, у них более эстетичный вид, то есть может использоваться вместо строительного материала, то есть просто-напросто фасад вместо стекла или вместо там другого материала устанавливаются солнечные модули, и здание, учитывая сейчас наши текущие масштабы и в ширину и высоту, ну, можно понять, там, каких может это все объемов достичь, и некоторые здания на 40-50 процентов снижают просто-напросто потребление электроэнергии, учитывая дровигазну, там, например, в той же Европе, очень сильно экономят, очень сильно. Ну, здесь, в принципе, картинки, я не буду устанавливаться. Для понимания, я говорил, что требует достаточно больших площадей, ну, например, 1 мегаватт станции солнечные требует в среднем где-то тут указано в качестве подсказки 2,5-3 гектара. Вот, ну, конечно, многовато, но не совсем применимо к России, где площади достаточно огромные, и надо оговориться, что для экологии были различные, например, в основном по ветру энергетики, неадекватные какие-то там выводы, прогнозы, как выяснилось потом, это была просто утка, которую там конкуренты слили через различные пиар-механизмы. Да, 30 лет назад, например, там по ветрякам была история, когда создавались определенные там амплитудные колебания, и от этого там червячки умирали, там трава не росла, еще какие-то там были проблемы экологического характера. Вот, но сейчас в силу того, что технологии совершенствуются, там все это сводится уже практически к нулю, и никакого ущерба абсолютно не представляет. Те же самые солнечные модули, они устанавливаются таким образом, я имею в виду там на поверхности, если солнечные электростанции, они под углом 30 градусов, то есть туда проникает солнечный свет, трава продолжает расти, и там не происходит никаких тоже потом накладок с экологической обстановкой. Ну, пробежимся просто по картинкам. Устанавливается, кстати, достаточно легко, то есть в принципе в компании там ветра, солнца, ну, сейчас мы уже о солнце говорим, грамотный проект, а потом достаточно просто электрика и трезвого состояния для того, чтобы имея перед собой там всю эту картинку, правильно состыковать эти модули и правильно их подключить. Ну, на крышах здесь реальные примеры того, как это выглядит. Модуль весит 20 килограмм в среднем, соответственно, нагрузка должна тоже быть соответствующая, то есть, ну, на старые дома не уверенно, при строительстве новых люди это учитывают. Ну, здесь вот, например, ну, здесь у вас экран побольше, здесь как раз видны архитектурные решения и как это может использоваться, например, там, фасадах. Схема абсолютно простая, тех читать не будем, то есть, модули, коробка коммутационная, там, где вся эта развязка, инверторы, трансформаторы, все потом идет в сеть уже для потребителя. Это взятые просто из общей практики проекты, это не только наши общие проекты. Китай, когда там проводилась олимпиада в Пекине, у них было и внутреннее требование, но они его сами себе написали, они до 10%, даже, по-моему, 15% потребностей в электроэнергии при проведении мероприятий они получили за счет солнечных установок. Ну, здесь пролистаемся тогда, хотелось пообщаться там и какие-то если есть вопросы, то буду рад ответить. Так, сейчас потихонечку пройдемся по стадионам. Вот просто гигантское здание. Вот как это выглядит. В общем, тоже стекло. Реально используется стекло, то есть просто на стекло там сейчас наносится есть такая технология, там определенные сплавы, химической реакции и прочее. И получается там на стеклянной подложке там методом триплекса происходит в общем все это хозяйство. Да. Сколько вот такая вот на работе срок эксплуатации? Да, спасибо за вопрос, не сказал об этом, когда говорил о сроках, почти сказал о цене. Вот срок эксплуатации этих компонентов солнечных модулей, ну в общем основы установок в среднем 25 лет. Ну наверное температура, да, температура тоже особенно для России тоже достаточно мощный фактор, до минус 40 они выдерживают точно. причем вот есть технологии, например, опять-таки говоря о России, что если мы берем например центральную полосу России, то есть технологии, которые позволяют без систем слежения, там есть отдельная история, но без систем слежения, то есть просто модули способны улавливать в том числе рассеянные лучи солнца. То есть она не будет там на все 100% генерить, но процентов где-то на 30, ну все равно работает. И срок значит у них 25 лет, вот, о цене я позднее скажу, хотя я не знаю есть ли смысл, вот, а то напугает на всю жизнь. А, читали, смотрели? Я просто хочу сказать, что сейчас пока нет поддержки, в России удовольствие, да, удовольствие дорогое. Дачники и не с Рублевки, и не Одинцовского района покупают 5-киловаттные установки стоимостью в 600-700 тысяч. Почему? Они понимают, да, это психологическая, это психология, это эмоциональная покупка, но не за понт какой-то, не за красоту, что вот у меня стоит, то, что опять-таки я не говорю, что это дачник с Рублевки, это житель там с какого-то другого, например, региона, но он понимает, что, во-первых, он сейчас это купит, потратит 600-700 тысяч, но он потом 25 лет просто будет бесплатно получать электроэнергию, 5-киловатт ему просто будет за глаза, там для микроволновки, телевизора, там, да хоть плазма, хоть что, холодильник, освещение, прочее, этого вполне достаточно, люди ставят даже периодически 3-х киловатт, им этого вполне достаточно, в зависимости опять-таки от потребности. Некоторые используют это в том числе и для уличного освещения, вот, поскольку ставить какие-то там, например, дизель-генераторы, чтобы там постоянно там подсвечивало, там, подход к дому, еще что-то, ну, ставить, например, себе там один-два вот этих солнечных модуля, и им этого вполне хватает, чтобы, например, там, хотя бы фонарь горел, ну, ну, не хотя бы, а даже больше, потому что два модуля, они, например, могут выдать там где-то до 200 ватт, если ты опять-таки там, ну, кстати, те же две лампы или что, запитают вполне там с того. Вопрос, а в этом фонаре там есть аккумулятор какой-то, да, чтобы на лампе ночью должна светить? Да, есть, есть небольшие аккумуляторы, там, в зависимости от потребности, там, если это просто освещение, то есть небольшие такие боксы, они легко устанавливаются, никто об них не спотыкается, да, но аккумуляторы нужно использовать. Так, поскольку много вопросов, тогда мы пойдем снизу вверх, руку увидел, вы тогда в порядке очереди, девушка, давайте тогда пока ваш вопрос. Извините, что недавно германия отказалась от ядерной, это значит, наверное, что она будет развивать уже существующие способы обучения ядерной, ну, и с какими-то новыми. Не значит ли это, что она будет работать на свой собственный рынок и выделяет москва, сквозь обучения сэрбюй? Ну, такой перед ними вопрос стоял. От атомных признаться станций они отказываются в принципе давно, и на этот раз есть ощущение, что они действительно будут сейчас одна за другой сворачивать ядерные программы, вот, но тот объем мощностей, которые они сейчас там производят, вот, им хватит не только для того, чтобы обеспечить внутренний рынок и внутренние потребности и обеспечить тот показатель в среднем по больнице, который они перед собой поставили 20-30 процентов соответственно к 20-30 году, вот, но они с этим справятся, потому что они вложили в это очень большие деньги, и сейчас они и меры господдержки, например, конечно, тоже сокращают, но они сокращают не потому, что они разочаровались в этом направлении, а потому, что люди на этом уже столько заработали, и себестоимость падает, что пора уже просто-напросто чуть-чуть сокращать уже господдержку. Я правильно понял ваш вопрос? Да, прошу. У нас два вопроса. Первый вопрос. Возможно ли с помощью обновляемых точных технологий сделать энергетику более локальной, то есть, чтобы, как же, домашний хозяйство, каждый завод обеспечивал саму свою энергию, и, соответственно, не будет ли это более разжимым и дешевым способом строительства огромных электростантов, солнечных электроходов, соответственно, доставка энергии недовольного заказа. Ну, это второй вопрос, да? А, хорошо, это первый вопрос. Я подумал, что это два вопроса, у себя их в голове разбил. Значит, что касается автономных систем, я слово это не назвал, и считаю, что это была моя ошибка в ходе лекции. На самом деле, сейчас есть такое понятие, как смарт-грид, и внутри этого понятия лежат действительно автономные какие-то установки, которые позволяют вне зависимости от есть того сети рядом, нет, обеспечивать какого-то отдельного, конкретного, либо, например, в комплексе потребителей электроэнергии в каком-то определенном регионе. На самом деле, в России сейчас зарождается такая сфера, как малораспределенная энергетика, это как раз та самая фаза, которую, скорее всего, мы в каком-то обозримом будущем перейдем от большой к малораспределенной энергетике. Почему? Потому что если какой-то, например, огромный объект генерации стоит в 15 километрах, ну это, я не знаю, это в самом идеальном случае, давайте говорить реалистично, например, там 100-200 километров, то гораздо правильнее и для потребителя, и вообще для диспетчеризации, и для стоимости доставки этой электроэнергии развивать малораспределенную энергетику. В этом аспекте и автономная система. Почему? Потому что, например, если есть какой-то огромный поселок, ну я не знаю, поселкового типа, там 100 тысяч людей проживает, то, например, внутри этого поселка гораздо проще поставить, например, какой-то автономный и независимый объект генерации, который будет обеспечивать, грубо говоря, только этих потребителей. И диспетчеризация будет идти тоже гораздо проще. потому что, например, там люди хотят, например, они потребляют, там хотят, не потребляют, и управление происходит гораздо проще, потому что сейчас очень достаточно мощная система, есть системные операторы, администраторы, вот, это в большой энергетике, и там в ежедневном режиме происходит, там включил-выключил, включил-выключил определенную, а в малораспределенной энергетике, там менеджмент, там совсем по-другому выстроен. И вот эти интеллектуальные системы, смарт-грид, они как раз ответ на те тенденции, на те потребности, которые возникают в обществе. Ну то есть, если применительно к России, то автономные системы, они сейчас уже точно будут появляться, потому что это просто необходимость, потому что чтобы построить там, я не знаю, какую-то рядом АЭС, там ГЭС, ТЭЦ, еще там что-то, ну, во-первых, у них Капекс высокий, это на строительство, да, и ОПЕКС тоже эксплуатационный у них высокий. А если с большим солнечным летом станут, с большим солнечным летом станции, то есть, я правильно понимаю, нужно ли, например, там большие развивать, или все-таки? Судыщее, оно будет такой маленький энергетик, который будет самодеспечивающийся. Давайте мы просто разобьем на регионы, то есть, например, если мы возьмем такие там пустующие местности, например, там как пустыни, там в Северной Африке, там огромные территории Ближнего, Востока, там та же Австралия, то, конечно, там просто будут гигантские строятся объекты, там в среднем где-то 1-1-5 гигаватт. То есть, они, например, при определенной доставке, и вы как раз об этом говорили, стоимость доставки и прочее, то по мере удешевления они, конечно, будут кидать электроэнергию на крупных потребителей. А там, например, где экономика, там все от экономики, по сути, будет зависеть через несколько лет. То есть, там, где, например, будет экономически выгодно развивать какие-то локальные автономные, например, станции, то они там будут работать. Но будущее, конечно, за большими вот этими проектами. Если, например, ветер, то просто гигантские проекты будут возникать. Например, есть так называемый офшор, да? Ну, не в понимании там. Вот. Они, конечно, генерят гораздо больше. Это в воде стоят эти ветряки, они крутят, вырабатывают гораздо больше и там никому не мешают. У девушки еще был второй вопрос. Вернемся к вам, а потом пойдем наверх. Просто стало любопытно, когда вы показывали крышные электростанции, как вот они работают в Северной России? Большой снегопадок, как они делают? Значит, точно скажу, что снег не так страшен, потому что, во-первых, они устанавливаются под наклоном 30 градусов, во-вторых, в процессе работы вот эти вот именно солнечные модули, они немножко нагреваются. У них температура, во-первых, выше нуля, вот, и это уже точно обеспечивает необразование там ледяной корки точно, по крайней мере, там в центре. И, кроме того, снег просто скатывается. Ну, там, конечно, нужно, чтобы был там определенный человек, там, который будет ходить и уже там с самой крыши там этот снег сметать. спасибо. Давайте к вам и потом пойдем наверх. Препоздала, вот, и, к сожалению, не слышал начала вашей лекции. Хотелось бы немножко услышать поподробнее про ваши проекты в России, вопросы, планы, существующие проекты. Да? Ну, отлично, тогда консолидируемся. Я вот просто добавлю, меня волнует экологичность цельных производств, потому что внеимое производство не экологичное. Абсолютно правильно. Я вот хотела узнать про то, как научить. Да. То, что остается еще важнее, так сказать. Хорошо. Тогда начнем с планов и в рамках этих планов я как раз там затрону экологический аспект при, собственно, производстве того, что всем потом дает вроде экологически чистую электроэнергию. То, что мифы есть такие. Что касается наших планов, мы сейчас активно работаем с российскими регионами, работаем, в общем, как в рамках нашего бизнес-направления, так и по большей части мы понимаем потребность в создании объектов солнечной генерации там, где реально есть в этом необходимость. Я уже сказал о регионах, где реально есть отдаление от сети. И мы, например, сейчас в регионах мы не работаем сейчас пока с розницей. То есть мы сейчас больше концентрируемся на больших промышленных объектах. мы подписали ряд соглашений со Ставропольским краем, с республикой Дагестан, с республикой Мордовии, в нашей Чувашии, где мы строим предприятия. Потом скоро полетим в республику Алтай и там подпишем, там у них есть потребность в 5-мегаваттной установке для одного как раз поселка, где они гоняют дизель-генераторы. Мы показали прекрасную экономику, что там при сочетании с дизелями солнечных установок они получат нормальную экономику и людям электроэнергия будет гораздо доступнее. Кроме того, мы сейчас прорабатываем ряд проектов на железнодорожных комплексах, вокзалах там и в Анапе, ну мы в основном юг берем, потому что здесь вопрос репутации и мы прорабатываем к реализации проекта именно там, где есть целесообразность, не просто везде взять и посеять. Что касается наших планов по России, я сказал, но розница скорее всего здесь будет присутствовать, она здесь уже развивается и без нас, у нас просто на это не хватает по большей части времени, потому что мы сейчас по большей части стратегически заняты развитием, я вообще сейчас там ушел почти с головой руками и ногами в ассоциацию солнечной энергетики, компания будет выходить на зарубежные рынки через консорциумы, через партнерство и с хорошей ценой мы в этом уверены и по большей части мы пойдем там, где есть еще пока лакомый кусок, мы туда успеем прийти, это Ближний Восток, Северная Африка, но и Юг России через наше партнерство с рядом компаний, которые используют аналогичную продукцию. Идем выше. Да, вы, пожалуйста. А, да, прошу прощения, прошу прощения, у меня тоже, видимо, в голове какое-то предвкушение там по поводу последующих выходных, хотя у меня они вряд ли будут, как всегда. Что касается экологии, до недавнего времени ходил такой миф, что выбросов и эмиссии вредных веществ в атмосферу от производства, от предприятий, которые производят эти все установки, гораздо больше, чем то, что производит, во-первых, традиционная энергетика, во-вторых, то, что будут производить, например, то есть от реализации самих проектов. Значит, кремний, да, он, конечно, вреден, и не только кремний. Например, там, в Америке есть достаточно мощный гигант в области солнечной энергетики, запоминается достаточно просто, они в этом были, правда, не очень первые, First Solar. В Штатах это достаточно крупная корпорация, у них уже там пакет, портфель переваливает там за гигаватты, вот, но они, например, используют теорию ткадмия, вот, тонкоплённые, тонкоплённые технологии очень вредная штука, и утилизацией они занимаются сами, то есть, в принципе, например, там с утилизацией проблем нет, да, так же, как там с другими отходами, просто, например, там им это сильно бьёт по карману, потому что они утилизацию берут на самом деле на себя, таким образом решая проблему для своих клиентов. Я смотрю, так все потихонечку собираются, нам надо ускориться, да, вот, что касается того производства, который мы строим, мы пошли по технологии, в которой используется в 200 раз меньше кремния, вот, в которой используется по большей части оксид цинка, и дальше мы будем использовать германий во всей этой структуре, и дальше пойдём к другим элементам с помощью научных разработок, которые являются наименее токсичными и наиболее распространёнными в природе. Вот, сейчас, например, там люди дошли уже до того, что там даже там от свеклы вот эти все там экстракты используют, наносят, что они вроде там больше поглощают. Вот, то есть, в принципе, вот этот миф за пять лет, он уже преодолён, он сейчас периодически у людей присутствует, вот, но это уже сходит уже практически на нет. То есть, такой действительно миф раньше был. Ну, смотрите, те же, те же, те же, те же электромобильники, которые используют литий-ионные аккумуляторы, вот они гораздо вреднее, чем, например, там кремниевые производства. То есть, литий-ионные аккумуляторы штука вредная, но, тем не менее, нет, всё, нет, за что бы нельзя всё плохо, просто традиционно она реально генерирует выбросов гораздо больше, чем альтернативная энергетика, это возвращение к первоисточникам, это солнце, это ветер. Давайте девушка и потом ваш молодой человек. для всех корпораций сейчас главной целью является прибыль. Не будут ли против нефтяные корпорации вот такого вот развития своих конкурентов? Может быть, они попробуют как-то вам помешать, вас это беспокоит? Наши зарубежные партнёры на себе почувствовали, это лет 10 назад или даже 7 или 5. Сейчас нервозность той, которая была в рядах нефтяных и нефтегазовых компаний, она уже свелась к нулю, потому что компания начинает уже самостоятельно активно развивать бизнес-подразделения по развитию альтернативной энергетики, комбинируя её с традиционной, они вкладывают в это очень огромные деньги. Тот же ИОН и ряд Германии, ряд итальянских компаний, они вкладывают в эту инфраструктуру очень огромные деньги. То, что они понимают, ну, я говорю, вернуться к первому слайду, что нефтяная закончится, сфера, и рано или поздно нефтяные компании, они должны будут осознать, что они могут, так же, как, например, там сейчас были CD-диски, потом появился MP3, вот, имейджеры, лейблы, там, Sony Universal, BMG Music, они все просто оказались за бортом, они проспали рынок MP3, вот, и, в принципе, они очень много потеряли, миллиарды. Вот, нефтяные компании, мы берём, естественно, европейский и западный менталитет, они идут в этом направлении, они это развивают, потому что они понимают, что если будет поздно, это будет уже поздно, поэтому лучше включиться сейчас, деньги есть. Пожалуйста. В вашей лекции вы говорили о том, что в Германии там развивается из рычагов была развита продажа именно электроэнергии от бытовых потребителей, то есть мы покупали не рацион, но и часть отбивали денег именно в продаже, ведь у нас в России такого нет вообще, даже на законодательном мире. Вы в этом вообще направлении делаете? У нас Германия пошла своим путем, вот, мы, честно говоря, пойдем вот в ближайшее время своим путем. У нас, например, такого, что вот получил, например, там, зеленый тариф, сплавил в сеть, на этом заработал, ну, в такое относительно в ближайшее время не будет, потому что, например, Испания на этом сильно погорела, ну, менталитет разный, Германия, Испания, вот Испания на этом погорела, потому что там они поставили, они все это впустили в такое хаотичное русло, они создали этот зеленый тариф, люди стали этим активно пользоваться, было достаточно много всякого там жульничества и мошеннических всяких действий, в результате привело к тому, что государство в результате в какой-то момент оказалось всем должно очень много денег, вот, и это просто ушло из-под контроля, вот, в России сейчас прорабатывается механизм, так называемый механизм договор предоставления мощности, это когда заключается, там, например, с каким-то крупным потребителем договор на поставку альтернативной энергетики, там, 15-20 мегаватт, и по той цене, по которой договорились люди построить этот объект, инвестор себе эти деньги возвращает, вот, вам по большей, конечно, части интересна розница, но я считаю, что когда здесь хотя бы рынок в какой-то степени, в каком-то виде начнет присутствовать, то можно через создание уже, конечно же, контролируемых, в отличие от Испании механизмов, мы подойдем к тому, и мы тоже будем стоять, и в этом сам заинтересован, лоббировать и отстаивать определенные механизмы поддержки для частных потребителей. У нас, по-моему, да, пожалуйста. Я очень быстро, вы сейчас просто хотели, когда вы говорили про страны, между прочим, у вас, как вы говорите? Я сейчас не буду говорить о тех, где недавно звездки поступили со своим будущим, бывшим, то есть, руководителем, я говорю о тех странах, где, в принципе, сейчас политическая система достаточно тверда, и меняться ничего не будет. Это Саудовская Аравия, это Объединенные Арабские Эмираты, это Емен, это там в ближайшем будущем, когда там уже спокойнее будет Сирия и Ордания, в этом плане Катар, в Северной Африке, ну, в принципе, в Черной тоже, но там, например, очень активно Марокко. До недавнего времени в Египте были там определенные программы, но они, конечно, к ним вернутся после того, как решат вопросы другого характера. Израиль. Израиль в этом плане очень активно работает, они после того, как там стали воду производить из другой не очень питьевой воды, вот, они сейчас подошли к тому, что меры господдержки у них есть, и они сейчас очень активно будут реализовать программу электрокаров. То есть, у них, например, сейчас есть там огромные заказы, и они поддерживаются государством на приобретение электромобилей, например, там, в том числе подзаряжаемых от солнечных этих всех там заправок для корпораций. То есть, там, например, заказы на 200, на 250 автомобилей у них есть. Это об электрокарах. В этом договоре в качестве окулированной энергии предлагают только витевые аккумуляторы. Вот, какие-то другие варианты еще раз. А, прошу прощения, на каком? Вот, на нашем заводе, да, вы сказали? Я хотел, что в санклубаре только витевые и витевые не были, а в дорожных литий-ионные аккумуляторы были упомянуты как системы накопления. Вот, да, в принципе, дальше них куда-то может пойдут, но что будет после литий-ионных аккумуляторов, я не знаю. Но сейчас, например, честно говоря, аккумуляторы, которые в автомобиле используются, их, в принципе, можно тоже так использовать, но оптимальнее использовать специальные солнечные аккумуляторы, предназначенные именно для солнечной электроэнергетики. Но у нас, ну у нас на предприятии, я просто хотел как раз уточнить, мы производители именно солнечных модулей, то есть мы аккумуляторы будем использовать у других компаний, которые в России сейчас строят свои производства, там на базе китайских технологий, там есть компания Лео Тех, она поддерживается госкорпорацией Роснано, вот, говорят, что у них будет нормальная цена, то есть я говорю о том и в продолжении вашего вопроса в рамках моего ответа, что в России сейчас эта база, она сейчас формируется, она будет развиваться дальше, поскольку видение государства есть и направлено на то, чтобы это поддерживать и развивать. Ну, да, пожалуйста. Вы собираетесь производить только тонкопляночную элемент или что-то в плане все-таки органические? Мы посчитали еще тогда в 2009 году, когда подходили к этому проекту, что наиболее перспективными мы считаем именно тонкоплёночные технологии, поскольку они позволяют очень активно и оперативно играть с разными составляющими. Дешевыми, возобновляемыми, нередкими составляющими, я говорил уже там про Германии, про германиевые сплавы, то есть в принципе в тонкоплёночных плясать можно много и по-разному, и перспектива еще заключается в чем, то что все компоненты, которые в ней используются, они гораздо дешевле, чем поликристаллические технологии, чем поликремниевые солнечные модули, они стоят дороже, они зависимы от рынка кремния, и тонкоплёночные, они очень широко применимы, потому что, например, можно использовать и в архитектурных решениях, и вот эти просто там гигантские солнечные электростанции, крышные объекты и прочее, то есть у них и широкая сфера применения, помимо того, что они более дешевые, они более экологичные, они еще и широко применимы. Вот, но в принципе задумки, конечно, есть, потому что достаточно перспективные технологии это концентраторы, они сейчас стоят, конечно, еще дороже, вот, но они позволяют достичь КПД там в 45-50, в будущем, конечно, это можно продолжить, да, этот рост, вот, но они позволяют гораздо больше аккумулировать собирательность электроэнергии. Спасибо большое, всем тогда хорошего выходаа. Спасибо.